И доброе утро, дорогие радиослушатели и присоединившиеся прямо сейчас зрители канала Сахадуа-Ц4 в эфире рубрика «Якутск сегодня». Почему она так называется, я понять не могу. Ну, давайте более плавающую, что ли, придумаем. Поскольку, поскольку сегодня разговор пойдёт не только о городе, ну, есть, конечно, часть города сегодня у нас присутствует, но и в более широком плане охват темы звучит сегодня таким образом. В пятницу, 21-го числа отмечается День местного самоуправления. День местного самоуправления – это такой со времён царя Гороха праздник, который ещё с Екатерининских, как говорят, времён существует. И всё-таки более широко, более планово, что ли, применять стали термин местного самоуправления с 91-го года, начиная, когда и уже народ почуял, скажем так, что такое власть в своих руках, когда почувствовали какие-то основы демократии и так далее. И с этого момента пошёл процесс, который сегодня вырисовывается в довольно такую обширную, прочную и устойчивую категорию, которая называется органы местного самоуправления. И сегодня у нас в гостях руководитель Департамента местного самоуправления Василий Васильевич Сапсай. Здравствуйте. Добрый день. И глава одного из первых по судебному решению органов местного самоуправления посёлка Жатай – господин Кистенёв, товарищ Кистенёв, давайте назовём так. И главы двух муниципальных образований – Хангавацкого, товарища Алексеев и Намского. Товарищ Атласов. Ну, доброе утро всем. И давайте всё-таки начнём с того момента. Вот этот экскурс исторический. Всё-таки Жатай и другие пригороды были первыми. Когда вот началась волна, вы говорите, по судебному решению прямо вы утвердили, ну, основываясь на решении суда, вы напрямую утвердили бюджет и так далее. Это в каком году произошло это? Ну, не совсем, наверное, так. Ну, разрешите, во-первых, поздравить всё муниципальное сообщество Республики Сахай-Якутина с наступающим праздником. Днём местного самоуправления. В 1912 году указом президента Российской Федерации был объявлен такой праздник. Поэтому разрешите поздравить, пожелать всем удачи, успехов в этом нелёгком труде во благо наших жителей. Ну, то, что говорится о Житае, да, мы в 99-м году по решению суда был зарегистрирован устав, в 98-м году было решение суда, в 99-м году мы зарегистрировали устав, и в 99-м году мы провели выборы в органы местного самоуправления. Поэтому уже достаточно прошло много времени, мы действительно были пионерами в этой, но следом за нами, следом шли другие муниципальные образования, которые точно так же стали органами местного самоуправления. В этой связи нельзя, Василий Васильевич, не упомянуть тот факт, что муниципалитеты, муниципальные образования появились в 2002-2003 годах. До того администрации улусов и районов, они фактически являлись филиалами правительства, то есть органов исполнительной власти. По сути, до перехода к местному самоуправлению, то есть до декабря 2002 года, в республике действовали местные органы государственной власти. Местные органы именно государственной власти. Может быть, так и дальше продолжалось бы, но вступили в силу новые требования бюджетного кодекса. Эти нормы предусматривали в обязательном порядке принятие установления местных налогов и сборов исключительно представительными органами местного самоуправления. Органы государственной власти, местные органы потеряли право устанавливать местные налоги и сборы. Это значит, что необходимо переходить к местному самоуправлению. Каким образом переходить, при этом преследовался единственный принцип, чтобы не ухудшить ситуацию. Поэтому у нас в республике основательно готовились к этому процессу. Мы провели в 2002 году научно-практическую конференцию, где долго спорили с участием ученых, с участием представителей местных органов власти. И приняли решение, что на первом этапе организованно необходимо перейти к местному самоуправлению на уровне улусов районов республики. При этом сохраняется система власти, но этот уровень власти становится местным, муниципальным, выходит из системы органов государственной власти. При этом мы предусматривали, что на втором этапе необходимо будет формировать муниципальную власть на уровне поселений. Но для этого необходимо время с тем, чтобы отработать вопросы межбюджетных отношений, сформировать имущественный комплекс для муниципальных районов. И только после этого формировать местное самоуправление в поселениях. Практически в рамках вот этих принятых таких решений и развивалась система местного самоуправления в республике Саха и Якутия. 29 декабря 2002 года повсеместно прошли выборы глав и депутатов представительных органов на уровне муниципальных районов. И с 1 января 2003 года у нас в республике на улусном уровне действовали местные органы местного самоуправления. Конечно же, они выступили правоприемниками в качестве юридических лиц тех обязательств, которые были у местных органов государственной власти. Это ложилось дополнительным бременем на органы местного самоуправления, потому что речь велась о необходимости возврата долгов, заимствований и так далее. И, конечно же, новая появилась задача сформировать имущественный комплекс. Для этого необходимо было зарегистрировать объекты, которые необходимы муниципальным образованием для осуществления вопросов местного значения. Эта работа начиналась, можно сказать, с нуля, потому что имущества муниципального в республике вообще в принципе не было. Конечно же, надо было отрабатывать вопросы бюджетирования. А как тогда вот это разграничение происходило? Ну, давайте перейдем по практическую, скажем так, плоскость. Вот было государственное и резко начинает делить. Это все-таки на уровне, это республиканская принадлежность, это будет наше. Вот эта вот градация как происходила? Эта градация урегулирована федеральным законодательством. Ну, во-первых, есть федеральный закон с похожим названием на 131 закон, но он об общих принципах организации деятельности представительных и законодательных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. То есть прописаны полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а в базовом 131 законе конкретно дается перечень вопросов местного значения для муниципальных районов и для поселений. Конкретные формулировки применены. И, кроме того, законодатель с тем, чтобы обеспечить стабильность в этой сфере, предусмотрел, что изменить компетенцию в перечне вопросов местного значения можно только внесением изменений в базовый 131 закон. Вот таким образом произошло разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного самоправления. Василий Васильевич, все-таки хорошо, что когда в деле присутствует некая юридическая терминология, которая является неким индикатором, скажем так, профессионального подхода, основывающегося на очень хорошей юридической теории и так далее. Но всегда есть выражение «ближе к народу» и так далее. То есть доходчивым до народа языком. Все-таки как это происходит? Не было ли каких-либо болезненных точек, когда люди просто не знали, вот кому будет принадлежать, на основании чего, кому будет принадлежать и так далее? Конечно было. Конечно было. Первые годы становления местного самоправления были непростыми. Чувствовалось, что население с трудом ориентируется в полномочиях. Это видно было по встречам с населением, которые проходили в рамках отчета в исполнительных органов государственной власти. Ну, конечно же, за эти годы произошло и у населения понимание, что это вопросы муниципальные, это вопросы государственные. Но здесь что надо иметь в виду? Что в ведении муниципальных образований находятся вопросы, исключительно относящиеся к вопросам обеспечения жизнедеятельности местного населения. То есть все, что касается населения. Обеспечение теплом, водой, водоснабжением, электроснабжением, местные дороги, местная торговля, местные транспортные услуги. Это все в ведении муниципальных образований. Что касается, конечно, принципиальных вопросов, скажем, программные подходы, сферы образования, нормативы, стандарты образовательные и так далее. Ну, впоследствии, кстати, система здравоохранения вообще вернулась из муниципального уровня, вернулась в систему органов государственной власти. То есть время показывало, что отдельные вопросы необходимо урегулировать. И даже если, скажем, по компетенции вопросы переходили на уровень субъектов Российской Федерации, с учетом местных возможностей, особенностей, органы госвласти субъекта имели возможность передать муниципальным образованиям для исполнения отдельные вопросы находящиеся в системе государственной власти. Есть такая процедура, она в республике действует, и не только вопросы ведения субъекту, но и федеральные полномочия, отдельные, переданные муниципальным образованием. Это установлено законом, и в рамках этого законодательства происходит наделение муниципальных образований отдельными государственными полномочиями. Для примера, функция ЗАГС, это государственные полномочия Российской Федерации, они осуществляются на местах, поселениях, скажем, воинский учет и так далее. Тоже вопросы федерального значения, но на местах, только на местах местные органы могут вести воинский учет и заниматься отдельными вопросами оборонной деятельности. То есть, получается, из вашего вот этой тирады можно сделать вывод, индикатором деятельности органов местного самоуправления служит как раз отрасль ЖКХ. Своего рода индикатором, да? Своего рода индикатором, такой лакусной бумажкой и так далее. Но, насколько я знаю, значит, мы впереди планеты Себь, поскольку Жатай возит делегации со всей России на коммунальные какие-то объекты, да, намский УЛУС тоже не в последней десятке, скажем так, по части улучшения как раз отрасли жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Вот легче ли вам стало, друзья, товарищи, работать вот как раз в сфере ЖКХ? Ну, вот и Александр Павлович, я к точке снюю вопрос. Ну, намский УЛУС... Ну, рассказали, индикатор это все-таки, да? Да, вот мы нам передали, вот отделили с ГУП ЖКХ, вот ЖКХ наамского УЛУСа. Мы создали в 2019 году намбру мультиплан-энерго, акционерного общества. Теперь единственным учредителем является наамский УЛУС, ну, один из раз наамского УЛУСа. И там, конечно, по уставу там и правление создали. И вот согласно плану, сейчас, ну, администрация сам, вот, с правлением, сами распределяют средства, бюджет принимают, куда, на какие объекты ремонтные работы будем проводить, и капитальные ремонты, и строительство котельных, вот это все. В этой части, я думаю, что нам повезло, потому что мы, вот, то, что полагается по тарифу, да, деньги, все поступает на наамский УЛУС, и мы сами вот эти деньги распределяем, сами планируем перспективу там, какие виды работ мы сами будем проводить. В этом случае нам повезло. О том, насколько повезло наамскому УЛУСу в части ЖКХ и так далее, мы продолжим во второй части нашей программы, которая сразу после рекламной паузы. И перейдем, конечно, в Житавик, Хангалас. И мы продолжаем разговор, посвященный Дню местного самоуправления. И в первой части мы, со слов Василия Васильевича Сапсару, как и департаменты, выяснили, что обеспечение, жизнеобеспечение населения является первоочередной задачей органов местного самоуправления, из которой исходит одно, структура ЖКХ является индикаторами работы органов местного самоуправления. И так получилось, что не случайно тут двое из трех, ну и третий тоже, кстати, является своего рода пионерами, лидерами в области революционных каких-то изменений именно в области жилищно-коммунального хозяйства. И Александру Павловичу выяснили, что несказанно повезло намскому все-таки Улусу в том, что они пошли пилотами, пионерами, потому что предлагали, в принципе... Трем, по-моему, районам. Да, вот эту коммунальную революцию, которую мы сейчас называем намской коммунальной революцией, трем районам, Улусам республики. И повезло, что все-таки намцы пошли, я еще раз говорю, в том, что сейчас намская ЖКХ идет на прибыльность даже какую-то, да, есть заслуга очень хорошего теоретической базы, очень хороший инвестплан был сделан, и реализация вот этого инвестплана позволяет говорить о том, какие успехи достигает намский Улус в плане ЖКХ. А Хангалаский Улус, все-таки там вот ситуация... Мы тут перерывы обсудили с Василием Васильевичем. ГУП ЖКХ, это был уникальный, скажем так, уникальный пример консолидации всех структур ЖКХ. У Вас в Улусе, насколько я знаю, действует несколько агентов, вот как раз же, коммунальных услуг. Так? Предприятие. Ну, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы тоже присоединяюсь к словам Анатолия Фимовича. Во-первых, поздравить с наступающим праздником всех коллег. Это глав муниципальных образований всех уровней, депутатов, представительных органов с наступающим праздником. Ну, а что касается рынка теплоснабжения, то у нас действительно всего в районе 104 котельные, и работают несколько операторов, включая, например, 54 котельные, закрепленные с закупом ЖКХ. Есть также котельные, которые находятся в муниципальной собственности, и на стоящее время находятся они в концессии за Ухангаласской гастрой. Ну, и самое крупное предприятие, это, конечно, Якуцемент, который обеспечит теплоэнергией и водой целый поселок Масаулах, второй по величине населенный пункт нашего Улуса. Поэтому у нас, например, такая проблема, то, что у нас единый оператор, то, думаю, такой проблемы не стоит. Но то, что сейчас говорил Анатолий Фимович, может быть, если бы это, как сказал Василий Васильевич, на рынке России у нас, например, именно такая уникальная структура, как у ЖКХ, работает только в одном регионе. Но вот если бы по аналогии смотреть, например, как раз именно с перекрестным субсидированием, которое сейчас именно в рамках подальневосточного федерального округа, оно же, например, сейчас растворено на просторах всей России. Если бы на рынке России для всех регионов, которые имеют длинный, долгий отопительный период, а если бы такая структура была на масштабах России, или какая-нибудь госструктура тепло в России, как по аналогии с РАО ЕС, то это было бы, думаю, большим подспорьем для северных регионов. Я не понял, вы сейчас главы муниципальных образований оправдываете наличие ГУП ЖКХ? Да, ну... В последнее время же только, по-моему, ленивый не клянет вот эту вот структуру, да? Это образует какие-то дыры там и так далее, и так далее. То есть, с точки зрения муниципального руководителя, не то что польза, есть большие плюсы в данном учреждении, да? С точки зрения муниципалитета, может быть, нам действительно было бы, вот как сказал Арсен Павлович, выгодно было. Но если с точки зрения региона, например, смотреть, то действительно, например, есть такая необходимость содержания такой структуры. У нас, например, очень короткий транспортный период, когда может быть завести, например, на 7 северных Улусонов, тоже топливо, продукты технического назначения для ремонта котельных. Это, получается, вкладываешься заранее на целый год. И это все надо успеть в течение короткого периода, пока у нас работают автоземники, все это завести. Не везде же, например, в летнее время есть, например, возможность доставить во время навигации речным транспортом ту же продукцию и топливо. Поэтому, получается, содержание этой структуры оправдано. Другое дело в том, что, например, может быть, в центральной группе Улусов необходимости, например, в такой структуре нет. Ну, здесь можно, в принципе, например, и другие операторы. Это выгодный рынок, и здесь может работать любой желающий, который хочет вложиться и, соответственно, получить экономический эффект. Отлично сказано. Я, в принципе, на будущее сделаю себе зарубочку о том, что не всегда ГУБЖКа упоминается в отрицательном свете. Товарищ Костюнин, все-таки вы очень вовремя зашли в федеральную программу. Федеральная эта же программа была, когда была построена целая энергоэффективная кварта. Ну, это не только мы, это вся республика вошла в эту программу. Переселение из ветхого аварина ушли. Ну, так получилось, что именно в Жатае были построены, вот еще раз, я там был, я там видел оснащение, я там видел те технологии и достижения научно-технического прогресса, которые применяются. Как люди, скажем, к этому относятся? Не говорят ли там, перетапливают там? Фигня все. Ну, я немножечко остановлюсь на сфере ЖКХ, в школе этот разговор пошел. А мы в сфере ЖКХ работали с самого начала, как было создано местное самоуправление. Фактически с 99-го года сфера ЖКХ стала нашей сферой, и мы работали в этой сфере с момента становления местного самоуправления. Конечно, эта сфера не из легких, проблем много, которые приходится решать, особенно когда находятся у тебя и генерации, и в то же самое время предприятия, которые обслуживают жилой фонд, экономия на жилом фонде, на бюджетной сфере, надо необходимо заботиться о генерации, о тех предприятиях, которые вырабатывают тепловую энергию или подают воду для того, чтобы баланс интересов сходился. А у нас муниципальные монетарные предприятия работают как коммунальные предприятия. Поэтому здесь, конечно, проблемы есть. Создавая, работая по энергосбережению в одном направлении, необходимо принимать меры для того, чтобы теплоснабжающие, водоснабжающие организации тоже были в шоколаде. Но то, что касается по переселению из ветхого аварийного жилья, наверное, нам где-то тоже немножечко повезло, потому что мы в эту программу вошли. Вошли каким образом? Просто было предложено нам попробовать по энергосбережению непосредственно в этом направлении, потому что вопросы альтернативной энергетики, они уже начинали в России применяться. Это Алтайский край. И вот после того, как энергоэффективный дом был построен в Алтайском крае, нам тоже предложили, Егор Афанасьевич сказал о том, что, может, вам тоже стоит попробовать по энергосбережению. Вот мы тогда в 2010 году действительно тоже построили первый энергоэффективный дом, после него построили целый квартал энергоэффективных домов. Конечно, с применением уже вот тех технологий, новых технологий, которые уже экономят и создают дополнительные ресурсы из солнечной энергии. Конечно, технологии очень интересны, очень интересны, и до сих пор это всё работает. Все нам говорили, что вы построите, работать ничего не будет. У нас мы построили, и все эти технологии работают. Мне тоже самое говорили. То есть, системная рекуперация вот эти, в частном строительстве и так далее, говорили, не будет работать. Работает. Работает. И в условиях Якутии работают очень много. Конечно. На самом деле. А перейдём, всё-таки, вот индикатор ЖКХ, это хорошо, да, но отрасль здравоохранения, отрасль образования, да, отрасль дорог, дорожного строительства, это всё-таки не менее такие значимые индикаторы, которые регулируют работу органов местного самоуправления. Вот с этим как... Ну, самое сложное, наверное, для нас, это дороги. Потому что дорожный фонд... Я не знаю, да. Водорастворимый асфальт какой-то. Вот это наличие вот этих... Потому что дорожный фонд, который сегодня формируется с акцизов на нефтепродукты, ну, миллион двести это достаточно для того, чтобы содержать дороги в нормальном состоянии. Конечно, нет. Вам перепадает миллион двести? Конечно. Из тех акцизов? Конечно. Жатай перепадает миллион двести? Да. Это надо подчеркнуть ещё раз. Жатай, в муниципальном образовании Жатай, посёлок Жатай, перепадает миллион двести из дорожного... На Нанамский район шесть миллионов. Шесть миллионов? Да, всего. Да вы, как вы, товарищи, выживаете это в таких условиях? Нет, плюс со своего бюджета... Нет, ну, естественно. Ну, вот, поэтому, конечно, то, что касается содержания дорог, ремонта дорог, строительства дорог, здесь, конечно, есть проблемы, есть проблемы, но я думаю, что вот в последнее время сейчас пошли те новые направления обустройства территории, значит, и до этого в республике на благоустройство дополнительно каждому населённому пункту выдавались как бы средства на инженерку, значит, поэтому здесь муниципальное образование поддерживается на сегодняшний день, ну, не в полном объёме, в котором бы хотелось, но с учётом тех особенностей и тех возможностей, которые есть в республике, нас действительно немножечко поддерживают. Ну, и с этого года уже на уровне Российской Федерации, Российской Федерации сейчас все те населённые пункты, городские, сельские поселения численностью более тысячи человек, соответственно, как бы могут участвовать в конкурсе на комфортную, как бы, среду, создание комфортной среды проживания для граждан. Ну, тут есть ещё, на самом деле, такой вектор, да, говорят о миграционных каких-то вещах, ну, то есть из деревень, у лусов, районов городские поселения люди переезжают, и, соответственно, из Якутска куда-то в центральный. То есть, на самом деле, если сделать где комфортно жить, людям было бы комфортно жить, то вот эти миграционные потоки, они снизились бы. У нас, допустим, в Нанском, в Лусе, наоборот, оттока нету. Каждый год, по 100 данным, у нас 350-380 человек прибывает. Естественный прирост тоже есть. Рождаемость детей тоже выше получается. Вот, особенно последние 8 лет у нас такая тенденция идёт. Вот поэтому вот то, что вы сейчас сказали, вот, особенно на заречные населения, 4 населённых пункта, это Арбен, Кобекюен, Фрунзе и 2-й Хомустайский наслед. Там уже все эти дома подключены к центральному отоплению, поэтому вот такие минусовые вот оттоки уже не наблюдается. Да, на самом деле, какая равенция, где оседать в тёплом туалете, да, либо в городской местности, либо у себя дома. На самом деле, потому что, ну, людей-то решают насущные проблемы. Это ещё раз говорю. Вот эти вот крупнейшие индикаторы, это благоустройство, да, это ЖКХ, это здравоохранение, связь, дороги. Они могут решаться и эффективно решаться на уровне вот как раз муниципалитетов, и отрадно, что муниципалитеты нашей республики ко дню органов местного самоуправления вот такими вот показателями улучшающими, да, впервые чуть ли не я слышу, что есть какие-то плюсовые показатели в статистике, в данных и так далее, и так далее. И с чем вас и поздравляю, с грядущим вас днём органов местного самоуправления и, может быть, увидимся ещё в нашем эфире, вот как раз вот с этим праздником. Увидимся. Спасибо большое. Спасибо большое.